Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы начинаем наш вебинар, посвященный современному учебнику физики, как основе для построения развивающего урока. Рассмотрим на примере учебно-методического комплекта классический курс Мякишева. Учебники Мякишева для средней школы на протяжении многих лет остаются одними из самых популярных. Тем не менее, они также были переработаны с учетом современных требований к учебнику. Какие же изменения произошли? Обложка также узнаваема, но учебник стал шире. Лично мне удобнее держать такой формат в руках. Ну а что можно сказать о структуре самого учебника? Можно выделить три основных блока – информационный, мотивационный и деятельностный. А также существует система навигации. Начнем с информационного блока, то есть с содержания учебника. Материал учебника тщательно отработан в соответствии с фундаментальным ядром образования и содержания образования. Параграфы, предназначенные для базового изучения, отмечены символом колокольчик. В оглавлении они пропечатаны обычным черным цветом. Существуют параграфы и для углубленного изучения предмета. Они отмечены символом «академическая шапочка». И в оглавлении выделены цветом и отмечены звездочкой. В тексте параграфов обязательно выделены законы в овал с надписью самого закона, что позволяет их достаточно быстро и легко найти с первого взгляда. Также фрагменты текста, наиболее важные, на которые нужно обратить внимание, выделены и подписаны надписью «Важно». К учебнику существует электронное приложение, в котором содержится и коллекция видеоэкспериментов, красочные анимации, тесты, дополнительные сведения, также таблица Менделеева. И те элементы содержания, к которым есть что-то в этом приложении, они отмечены специальным знаком. Раньше к старой версии учебника прилагался диск с этим приложением, что было изображено на самом учебнике. Сейчас на учебнике другой значок в виде экрана с адресом сайта. Это означает, что электронное приложение можно бесплатно скачать с сайта издательства просвещения. Его не очень сложно найти. Содержание то же самое, что и на диске. Если он у вас есть, вы можете им пользоваться. Содержание самого учебника в этом приложении соответствует старой версии, но поскольку существует электронная форма учебника, то менять это не стали, а вся остальная информация, тесты, видеоэксперименты, они актуальности своей не потеряли. Следующий блок – мотивационный. Это та часть учебника, которая побуждает учащихся к различным видам деятельности. Что же в этот блок входит? Ну, во-первых, после темы каждого параграфа существуют вопросы, на которые можно опираться для актуализации знаний в ходе изучения данного параграфа, данной темы. Далее. Дополнительные интересные сведения и научного характера, и исторического характера приведены практически в каждом параграфе и отмечены символом «интересно». Они мотивируют учащихся как к поиску дополнительной информации, но и также пробуждают интерес к изучению физики. Следующий блок – деятельностный. В нем содержатся указания на конкретную деятельность. Итак, есть графа «Запомни», в которой выделено определение различных величин и другая важная информация. Есть очень интересный элемент «Обсуди в классе с товарищем». Тоже обозначен специальным значком. Здесь содержатся вопросы, которые требуют размышления, ответы на которых в тексте учебника найти нельзя. Также есть ссылки на различные опыты, которые не обходят в лабораторные работы, могут использоваться в классе и для домашнего задания, и позволяют связать явления поседневной жизни с изучаемой теорией. Вот примеры, которые я привела. Определите опытным путем предел прочности оптичной резинки, подвешивая к ней разные грузы. Или пронаблюдайте за движением различных тел, и в каких случаях движение происходит за счет действия силы трения, в каких случаях они препятствуют движению. И еще один пример. Создайте механическую модель взаимодействия молекул. Возьмите два шарика, прикрепите их к концам пружины, изменяйте расстояние между шариками и преднаблюдайте взаимодействие силы взаимодействия. Сделайте выводы. На основании такой модели можно обсуждать силы взаимодействия и связь с взаимодействием между атомами с расстоянием между ними. Есть параграфы, посвященные примерам решения задач. Они отмечены как параграфы для углубленного изучения, но по усмотрению учителя, конечно же, могут использоваться и при базовом изучении тем. Помимо этого, существует список задач для смазательного решения. Обязательно есть варианты заданий, соответствующих экзамену. И что интересно, обычно трудность учителей вызывает, ну или не обычно, а иногда, трудность вызывает формулировка тем докладов, проектов. В этом учебнике проблема решена. Существует многим параграфов и главам, и темы докладов, и темы проектов и исследований. В деятельностном блоке существует такой элемент, который позволяет осуществлять самоконтроль. После параграфов есть отдел «Найди информацию», которую нужно найти, используя текст параграфа. И также рубрика «Ответь на вопросы». Эта рубрика есть в каждом учебнике, но здесь, в Мякишеве, не на все вопросы можно найти ответы в тексте, то есть не на все вопросы можно ответить словами текста. После каждой главы существует отдел, находится отдел, стимулирующий повторить материал, и приведен план, по которому это повторение нужно осуществить. Что касается лабораторных работ. В 10 классе раньше их было 5, теперь их стало 9. Добавилось 4 работы, такие как измерение жесткости пружины, измерение коэффициента трения скольжения, изучение движения тела брошенного горизонтально и изучение равновесия тела под действием нескольких сил. Я не сказала, что перед лабораторными работами сохранено введение, в котором описаны способы определения погрешности прямых и косвенных измерений, также способы сравнения результатов и приведены правилам оформления лабораторных работ. Что касается этих лабораторных работ, в 8 лабораторно-последовательные параллельные соединения проводников добавлены по сравнению с прошлой версией схемы электрической цепи и таблица. И что касается 9 лабораторной работы, измерения ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, изменена таблица. То, что у ребят на моих уроках практически каждый раз при выполнении этой работы вызывало вопросы. Обратите внимание, графа, где нужно записать значение ЭДС, имеет только одно отделение. Убрали горизонтальную черту. То есть в каждом опыте, в первом и втором замкнутом и разомкнутом ключом значение ЭДС не меняется, и это не вызывает вопросов, что каждый раз бывало раньше. Для меня это полезное изменение. Что касается лабораторных работ 11 класса, то здесь так же, как и в 10-м, добавлены цели лабораторных работ, чего не было. Дальше. В первой лабораторной работе предполагается не просто наблюдать за действием, но измерить силу тока и силу взаимодействия магнита с катушкой. То есть работа из наблюдательной превратилась в измерительную. Работу с измерением. Что касается второй лабораторной изучения явления электромагнитной индукции, то она также дополнена схемами электрической цепи и текст самой лабораторной изменен с учетом использования нового лабораторного оборудования. И добавлена только одна работа оценка информационной емкости компакт-диска. Ну и подведем итоги. В учебнике очень удобная система навигации. Она прописана в самом начале учебника. Я еще раз повторюсь, что есть символ колокольчик, который обозначает параграфы для обязательного изучения. Символ академической шапочки отмечает параграфы для углубленного изучения. Дополнительные сведения, обозначенный символ, символом интересно. Фрагменты, на которые нужно обратить внимание более пристальное, отмечено слово «важно». Определение формулировки, которое нужно запомнить, также так и отмечено. Запомни. Развем этой книги с учащимися отмечены те моменты, те вопросы, которые нужно обсудить в классе с товарищами, и на которые нужно обратить также внимание. символы с шестеренками обозначают опыты, не входящие в лабораторные работы, но которые можно выполнить в классе или дома. Также микрофоном отмечены темы докладов, символом пазлов, примерные темы, проектно-исследовательской деятельности, символ образцы заданий, ЕГЭ, вопросы к параграфу и словом найти ключевые слова для поиска информации по теме параграфа. И это соблюдается, естественно, на протяжении всего текста учебника и в 10, и в 11 классах. Добавлю предметно-именной указатель, что тоже очень удобно, быстрее можно найти требуемую информацию. В 10 классе изменился вид форзации учебника. На нем не просто какая-то картинка, а собраны основные формулы и законы по тем разделам физики, которые включены в данный учебник. До этого информация полезная содержалась только в 11 классе. На что нужно обратить внимание касаемо содержания. Изменилось определение коэффициента трансформации. Значит, величиной коэффициента трансформации называется отношение напряжения на вторичной обмотке к напряжению на первичной обмотке. Ну и, соответственно, отношение числа витков во вторичной обмотке к числу витков в первичной обмотке. То есть, все наоборот, не так, как было раньше. Теперь, если коэффициент трансформации меньше единицы, то трансформатор будет понижающим, а если коэффициент трансформации больше единицы, трансформатор будет повышающим. Это связано с тем, что при прохождении экспертизы другим учебникам физики Академия наук сделала замечание и рекомендацию именно так изменить понятие коэффициента трансформации. Это замечание учли и в учебнике Мякишева. Возникает резонный вопрос, а не помешает ли это на экзамене? Я проанализировала результаты, примеры заданий из ЕГЭ. Все вопросы, которые связаны с трансформатором, можно решить, не опираясь на связь значений коэффициента трансформации с тем, понижающий или повышающий трансформатор. Задание, например, число витков первичной обмотки в два раза больше числа витков во вторичной обмотке. Какова амплитуда колебаний напряжения на концах вторичной обмотки трансформатора в режиме холостого хода при амплитуде колебаний напряжения на концах первичной обмотки 50 В. То есть отношения использовать нужно, а понятие связи, еще раз повторюсь, коэффициенты трансформации, его значений и понятие повышающего и понижающего трансформатора использовать не нужно. То есть никакой проблемы в связи с этим изменения у ребят на экзамене не возникнет. Итак, учебник Мякишеву соответствует понятиям современного учебника. Он является моделью организации познавательной деятельности. Он теперь является средством организации учения. Выполняет развивающую функцию. И его структура ориентирована на организацию деятельности. У нас в этом и показать, как же этот учебник соответствует, каким образом он соответствует всем этим моментам. Совсем немного теории. Согласно федеральному государственному образовательному стандарту, урок направлен на развитие личности ребенка. К этому уроку предъявляются несколько требований. Во-первых, личностно ориентированный характер. В приоритете на уроке самостоятельной работы учеников используется деятельностный подход. И на каждом уроке развиваются универсальные учебные действия. Личностные, коммуникативные, регулятивные и познавательные. Все это вам, конечно же, хорошо известно. Какая же цель и какие результаты должны быть у развивающего урока? Это учащиеся, которые присвоили в ходе урока определенные знания, овладели определенными умениями и пришли к определенным убеждениям. Типы уроков бывают разные. Я рассмотрю пример урока «Получение новых знаний». При подготовке к этому уроку каждый учитель отвечает на несколько вопросов. Первый. Какие конкретные новые знания должен усвоить учащийся на данном уроке? Какие виды деятельности можно формировать и развивать на данном уроке? И на развитие каких учебных и универсальных действий нацелен каждый этап данного урока? Итак, как выделить знания, которые могут быть усвоены учащимися и присвоены в ходе данного урока? И как подготовить этот урок, используя учебник Мякишева? Итак, есть учащийся, есть учитель, есть учебник. И начинаем готовиться к уроку. Напоминаю, что в каждом параграфе существуют рубрики, выделяющие основные элементы «Запомни», «Формулировки законов», «Фрагменты текста», на которые надо обратить более пристальное внимание. На них можно опираться при подготовке к уроку. Рассмотрим урок на тему «Газовые законы». Итак, какие новые знания необходимо усвоить учащимся? То есть проведем конкретизацию знаний для данного урока. Первое. Закон более Мариотта. Для данной массы газа при постоянной температуре произведение давления газа на его объем постоянно. Ниже приведен фрагмент текста из параграфа. Значит, формулировка закона, назван закон, выделена определенным образом. Второе. Закон Гей-Люсака. Для данной массы газа при постоянном давлении отношение объема к абсолютной температуре постоянно. И также пример из текста параграфа. Третье. Закон Шарля. Для данной массы газа отношение давления к абсолютной температуре постоянное, если объем не меняется. И снова пример из текста параграфа. И четвертое. Что нужно усвоить учащимся. Кривую изображающую зависимость давления газа от объема при постоянной температуре называют изотермой. Что прописано в параграфе. Прямую изображающую зависимость объема газа от температуры при постоянном давлении называется изобарой. Также есть в тексте параграфа. И последнее. Прямую изображающую зависимость давления газа от температуры при постоянном объеме называют изохорой. И снова приведен пример из текста параграфа. И выделено это все. И все это находится в рубрике запомни. Переходим к видам деятельности. Какие виды деятельности мы формируем или развиваем на этом уроке. Итак. Урок «Газовые законы» подразумевает выявление устойчивых связей и отношений, во-первых, между давлением и объемом данной массы газа при постоянной температуре. Второе. Выявление устойчивых связей и отношений между температурой и объемом данной массы газа при постоянном давлении. Третье. Выявление устойчивых связей и отношений между температурой и давлением данной массы газа при постоянном объеме. После того, как законы будут установлены, следующий вид деятельности предполагает распознавание законов Болли-Мариотта, Гелли, Сака, Шарли в конкретных ситуациях. Если у нас спаренный урок, то мы можем продолжить конкретизацию видов деятельности на этом уроке. Если же уроки раздельны, то остальные 5, 6, 7, 8, 9, 10 моменты нам нужно будет перенести на следующий урок. То есть необходимо на следующем уроке будет составлять уравнение, описывающее газовые законы в конкретных ситуациях. Далее выявлять границы применимости законов Болли-Мариотта, Гелли, Сака и Шарли. Распознавать конкретные ситуации, которые соответствуют условиям применимости газовых законов. Создавать условия, в которых можно применять законы, строить графики из-за процессов и определять по графикам макропараметры идеального газа. Далее, какие же качества личности может приобрести учащийся на этом уроке? Для того, чтобы сформулировать эти качества личности, можно мысленно поставить себя на место ученика и подумать, а в чем же данные действия, данные полученные знания могут меня убедить. Итак, первое утверждение, в котором должны убедиться учащиеся. Сразу оговорюсь, что к подобным утверждениям убедиться в данных утверждениях можно не после одного урока, а в процессе изучения физики. Итак, первое. Те представления физических явлений, которые возникают в нашем сознании в результате их изучения, соответствуют действительности. Явления, которые происходят, явления, извините, происходят вследствие воздействия одних материальных объектов на другие материальные объекты. То есть для того, чтобы изменить состояние идеального газа, необходимо воздействие каких-то объектов на него. Далее. Законы физики являются отражением тех связей, которые существуют в природе. А также, что каждое научное положение имеет определенные границы применимости. Да, мы говорим о границах применимости каждого из газовых законов. Органы чувств дают лишь ограниченную информацию о свойствах материальных объектов. Поэтому для определения связи между величинами мы используем физические приборы. И человеческий разум способен открывать такие свойства объектов, которые не обнаруживаются простым наблюдением. Установить газовые законы в данной ситуации у нас не получится. Итак, я выделила глобальную этапу урока. Актуализация знаний действий, организация деятельности учащихся и контрольный этап. Итак, актуализация знаний действий. Опять же, после названия параграфа приведены утверждения и вопросы, которые можно использовать для организации данного этапа. Надо понимать, что для того, чтобы этот урок прошел успешно, мы должны актуализировать такие понятия, как термодинамическая система, идеальный газ, масса, температура, давление, объем газа. Все это можно сделать, опираясь на воспоминания и уравнения Медельева-Клапиерона. Дальше. Объекты. Термометр, барометр, манометр, сильфон, калориметр. Если мы говорим о макропараметрах, входящих в уравнение Медельева-Клапиерона, то мы можем поговорить и о способах измерения этих макропараметров, и также о приборах, которыми их можно измерить. И, соответственно, сюда же подключаются действия измерять температуру, измерять давление, измерять объем газа. Необходимо учащимся уметь строить графики по экспериментальным данным. И я исхожу из того, что учащиеся умеют это делать. Иначе включить все в один урок не получится. Итак, следующий этап – организация деятельности. Первый вид деятельности – это выявление устойчивых связей и отношений между двумя макропараметрами для данной массы газа при постоянном третьем параметре. Сначала мы должны мотивировать учащихся на это и затем организовать деятельность учащихся по выявлению устойчивых связей и отношений между макропараметрами. Как можно мотивировать? Снова в тексте параграфа можно найти слова, которые это помогут сделать. Если мы говорим о газовых законах, то фразу с помощью уравнения состояния идеального газа можно исследовать процессы, в которых масса газа и один из трех параметров – давление, объем или температура – остаются неизменными. Можно сделать следующие выводы. Итак, еще раз. Уравнение состояния идеального газа связывает три макроскопических параметра данной массы газа – давление, объем, температура. Существуют процессы изменения состояния газа, в которых один из трех макропараметров остается неизменным. Возникает вопрос, а как связаны между собой пары макропараметров при неизменном третьем? В этой ситуации возникает потребность сформулировать задачу. Установить вид зависимости между двумя макропараметрами данной массы газа при неизменном третьем макропараметре. Эта задача разбивается на три. Первая. Установить вид зависимости давления данной массы газа от его объема при постоянной температуре. Вторая задача. Установить вид зависимости объема данной массы газа от его температуры при постоянном давлении. Третья. Установить вид зависимости давления данной массы газа от его температуры при постоянном объеме. Итак, мы получили три задачи. Следующий вопрос, который можно задать учащимся. А какими методами мы будем решать эти три задачи? Далее возможны два варианта. Анализируя уравнение состояния идеального газа. И второй вариант экспериментально. Исследуя зависимости между двумя макропараметрами данной массы газа при неизменном третьем макропараметке. И наша задача разбивается на шесть задач. Первая задача. Установить вид зависимости давления данной массы газа от его объема при постоянной температуре. Разбивается на задачу 1.1. Анализируя уравнение состояния идеального газа. Установить вид зависимости давления данной массы газа от его объема при постоянной температуре. Теоретический метод решения задачи. И познавательная задача 1.2. Экспериментально установить вид зависимости давления данной массы газа от его объема при постоянной температуре. Точно так же на две задачи разбивается каждая из сформулированных ранее. Я здесь остановлюсь и давайте подумаем. Вопрос, на который учитель, как правило, не отвечает для себя, когда готовится к уроку, это какие же универсальные учебные действия формируются на том или ином этапе урока. Но все-таки посмотрим. Итак, познавательные. Формулирование познавательной цели задачи. 1. Коммуникативные учебные действия. Это постановка вопросов. 2. Регулятивные. Это цели полагания. Что я буду делать? 3. Выливая саморегуляция. Зачем я это буду делать? 4. Личностные действия. 5. Самоопределение, смысл образования, нравственное, этическое оценивание. Что они в себя включают? Ну, во-первых, формирование познавательных интересов, убежденность в возможности познания природы, уважение к творцам науки, готовность к выбору жизненного пути, а также формирование ценностного отношения не только друг к другу, но и к результатам обучения. Ну и вернемся к уроку, к подготовке. Значит, какие могут быть результаты теоретического решения задачи 1.1? То есть, что примерно должно быть у группы учащихся, занимающихся этой задачей, решающих эту задачу. Итак, уравнение состояния идеального газа имеет вид P на V равно M маленькое на M большое умножить на RT. Необходимо установить вид зависимости давления от объема для данной массы газа. Для этого выразим давление из уравнения. Учитывая, что величины массы газа, универсальной газовой постоянной, температуры и малярной массы постоянны, обозначим их комбинацию коэффициентом K. И получим выражение. P давление равно K деленное на V при постоянной массе и при постоянной температуре. Таким образом, для данной массы газа при постоянной температуре объем обратно пропорционален его давлению. Учащимся необходимо оговорить, что они должны и построить схематично график такой зависимости. Значит, графиком зависимости является ветвь гипербола. Поскольку давление может принимать, извините, объем может принимать, ну и давление тоже, только положительные значения. Рядом я привела пример этих графиков из учебника. Каков может быть результат экспериментального решения задачи 1-2? Если мы используем деятельностный подход, то существуют программы действий при, например, экспериментальном решении познавательных задач. Я взяла методический материал из учебника автора, из пособия автора Анофриковой Светланы Вениаминовны. Итак, вопрос, на который нужно ответить, экспериментально решая задачи. Первый вопрос. Какое явление воспроизводим? В данном случае воспроизводим сжатие или расширение воздуха. Далее. Какие величины изменяем? Изменяем объем воздуха, перемещая винт сельфона. Если используем шприц, то пошлим шприца. Далее. Какие величины мы не должны менять? Мы не должны менять массу и температуру воздуха. Далее. Какие величины мы должны измерять? Измерять, извините. Измерять мы должны объем и давление воздуха. Каким образом мы должны величины измерять? Объем воздуха измеряем с помощью сельфона или шприца. А давление воздуха измеряем с помощью барометра. А изменение давления с помощью манометра. И суммируем их показания. После того, как метод экспериментального решения задачи разработан. Второй этап это проектирование экспериментальной установки. На этом этапе у группы учащихся должна появиться схема экспериментальной установки. Манометр в данном случае и сосуд, объем которого можно изменить. Это один из вариантов возможной схемы экспериментальной установки. Далее переходим к конструированию экспериментальной установки. На слайде приведена фотография конкретной экспериментальной установки из того оборудования, которое имеется у меня в школе. Обычно я готовлю оборудование, которое может потребоваться в случающемся. Стараюсь его заранее не выставлять на кафедру, чтобы они его не видели. например, в ситуации, когда им требуется сосуд, объем которого можно менять, иногда я слышу такие слова, нам нужен сосуд, чтобы мы могли менять объем. Что у вас есть? Я предлагаю, допустим, шприц. Годится ли вам шприц в качестве такого сосуда? Если им годится, я им его выдаю, если почему-то им не нравится, то придется уговорить их на использование шприца. Если есть какие-то другие приборы, допустим, сельфон, можно его использовать. Зависит от того оборудования, которое у вас есть. Но учитель в любом случае понимает, какие приборы, какие объекты потребуются для того, чтобы провести данный эксперимент. поэтому, как правило, проблем не возникает, и учащиеся подбирают из подготовленного заранее учителем оборудования то, что им может пригодиться. Итак, после того, как установка собрана, необходимо переходить к проведению эксперимента, который предполагает запись результатов. В данном случае учащиеся измеряли объем, изменение давления с помощью манометра. В данном примере они использовали единицы давления миллиметра ртутного столба и пересчитывали давление, используя показания барометра и значение атмосферного давления в день проведения эксперимента. на слайде таблица полученного реального проведенного эксперимента. Следующий шаг это обработка результатов эксперимента. В данной задаче строится график зависимости давления от объема, выбирается требуемый масштаб, наносится экспериментальные точки. Обратите внимание, что здесь по осям существуют разрывы для того, чтобы график был удобно варимым, для того, чтобы его удобнее было анализировать. Но это заранее обычно ребят я обучаю и мы это проговариваем, что можно сделать разрывы по осям. Дальше получилась некая кривая. Вопрос, что это за кривая. Если она похожа на гиперболу, то как убедиться в том, что это действительно гипербола? Есть несколько вариантов. Например, можно перестроить графики в таком виде, чтобы зависимость отображалась прямой линией. гиперболу. если мы построим зависимость давления газа от величины равной единицы деленной на объем, то в случае, если на первом графике у нас действительно гипербола, то на втором графике мы должны получить прямую линию. Я взяла результаты реального эксперимента, который проводили ребята. Кстати, на втором графике они провели прямую несколько выше, чем должны были это сделать. Но, тем не менее, здесь получается прямая. Вопрос, который можно обсудить с более мотивированными либо с более продвинутыми ребятами, это проходит ли это прямая через начало координат. Потому, что в данной ситуации при использовании разрывов по осям это незаметно. Можно сделать это следующим образом. Построить треугольник, то есть определить тангенс угла наклона этой прямой к оси абсцисс и рассчитать, получается ли, проходит ли эта прямая через начало координат при таком угле наклона. Второй способ, как можно убедиться в том, что эта кривая, построенная на первом графике гиперблога, это рассчитать произведение для каждой экспериментальной точки давления на давление и объемы. И с учетом погрешности сравнить эти произведения, если они окажутся одинаковыми, можно утверждать, что эта линия действительно ветвь гипербол. И далее учащиеся формулируют ответ на конкретную познавательную задачу. В данном случае, что объем данной массы газа при постоянной температуре обратно пропорционален его давлению. То же самое нужно проделать и для двух других задач. Вторая задача установить вид зависимости объема данной массы газа от его температуры при постоянном давлении также разбита на две задачи театическую анализируя уравнение состояния идеального газа установить вид зависимости объема данной массы газа от его температуры при постоянном давлении и экспериментально установить вид зависимости объема данной массы газа от температуры при постоянном давлении. И третья задача также разбивается нам 2 анализируя уравнение состояния идеального глаз установить вид зависимости давление данной массы глаза теле температуры при постоянном объеме и экспериментально установить и зависимости давления данной массы газа вот его температуры при постоянном объеме и эти задачи также решаются группами учащихся. Я не стала приводить здесь примеры их решения. Думаю, что это понятно. Вернемся опять к универсальным учебным действиям, к УД, которые формируются на данном этапе урока при решении задач. Во-первых, познавательные, общие учебные. Поиск выделения информации для тех, кто решает задачу теоретически. Моделирование для тех, кто решает и теоретические, и экспериментальные задачи. Знаково-символические. И тем, и другим группам приходится записывать результаты своего решения. Далее, познавательные, логические действия. Это установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений и выведение следствий. Далее, коммуникативные. Это планирование. Постановка вопросов. Подключается управление поведением партнера, потому что решение задач проходит в группах. Далее, регулятивные действия. Это планирование своей деятельности, контроль за тем, что я делаю, коррекции в случае необходимости. И, естественно, выливая саморегуляция, у меня тоже никуда не деться. Зачем я это делаю? Что касается личностных действий, я не буду повторяться. Они, в общем, те же самые, что и в первом случае. Итак, получено решение шести задач отдельными группами. Когда мы раздаем задачи, то мы знаем, кто из ребенка быстрее решит, кому можно задачу дать посложнее, кто решит несколько медленнее, кому можно дать задачу полегче. Можно по их желанию распределить, можно распределить самому учителю, учитывая возможности учащихся. Это вы решите сами. Дальше необходимо сравнить и обсудить результаты всех теоретических и экспериментальных решений. Еще раз напоминаю, что группа учащихся, каждая группа решала только одну задачу. На этом этапе сравнения и обсуждения результатов добавляются коммуникативные действия, связанные с точностью выражения мысли, и регулятивные, связанные с оценкой результата, то есть достигли ли мы желаемого результата, ответили ли мы на вопрос, который поставили в начале урока, то есть решили ли мы задачу. На этом этапе у каждого учащегося в тетради должны быть записаны формулировки всех газовых законов и также границы их применимости. Независимо от того, какую конкретную задачу решал каждый учащийся. И последний этап, контрольный этап урока. Первым пунктом следует распознавание законов Бойли-Мариотта, Гейли-Усака, Шарля в конкретных ситуациях. Опять же, учитель должен привести мотивацию, мотивировать учащихся на распознавание законов и организовать собственную деятельность по распознаванию газовых законов. Итак, на контрольном этапе можно предложить следующее задание. Определите, какими законами описываются процессы, приведенные на графиках, и запишите их обозначение в таблицу. Для экономии времени таблицу можно заранее распечатать и раздать ребятам, чтобы они не тратили время на ее рисование, потому что время ограничено. Откуда взять сами графики? Это графики, взятые из текстов-параграфов, следующих за параграфом «Газовые законы». Их можно использовать для данного задания. Причем обязательно должен быть пример процесса, такой как проведен в шестом пункте, который не подходит ни под один из газовых законов. Чтобы у ребят не складывалось ощущение, что какие бы процессы мы не рассматривали, обязательно они будут подчиняться одному из законов. Итак, на этом уроке задаем вопрос, какие новые знания вы получили. желательно выслушать ответы нескольких учащихся, но опять это зависит от того, сколько времени у нас осталось. Дальше. На следующем уроке нам предстоит научиться. Чему же? Это можно спросить у ребят, можно сформулировать самому учителю, опять же, если есть время. Напоминаю, что необходимо далее научиться составлять уравнения, описывающие газовые законы в конкретных ситуациях, выявлять границы применимости законов, распознавать конкретные ситуации, соответствующие условиям применимости законов, хотя при проведении эксперимента группам приходилось все время соблюдать условия, сформулированные в их задаче, то есть все время отслеживать, а выполняются ли определенные условия, при которых они проводят эксперимент. В той установке, которая имеется у меня в школе, не очень хорошая герметичность самого сосуда, поэтому с одной стороны это плохо, с другой стороны это хорошо, потому что ребята все время задают вопрос, а масса газа изменилась, газа изменилась или нет? Значит, если мы долго измеряем, изменилась, значит нам нужно вернуть систему в исходное состояние для того, чтобы постоянство массы было соблюдено. так далее, какие еще, какую еще деятельность нам необходимо научиться строить графики и по графикам определять значение макропараметров. Ну и последние молодцы, не забывайте хвалить своих ребят, тем самым создавать положительный настрой, и это важно, и я вспоминала всегда себя уже на пятом курсе института, когда после очередной сданной трудной работы, сплошь из черченой красной ручки преподавателя, я увидела в конце слово «молодец», и до сих пор помню эту свою радость, которую я испытала. поэтому не забывайте почаще говорить ребятам, что они молодцы. Итак, основными участниками урока являются дети, учитель, учебник. Конечно же, главное действующее лицо – это дети. Организует их деятельность, конечно же, учитель, но учебник, он является помощником учителя, то есть он позволяет подготовиться к уроку, не забыть какие-то важные моменты. В учебнике все удобно и достаточно грамотно, понятно, выделено, что облегчает работу учителя. Ну и что касается экспериментального определения газовых законов, хочу тоже рассказать историю произошедшую после такого урока, когда мальчик открыл учебник дома, выполняя домашнее задание. Он увидел закон, один из газовых законов, который устанавливал на уроке, пришел и сказал, что в учебнике написан тот закон, который я установил на прошлом уроке. Хотя это 10 класс, но он был горд тем, что этот же закон установлен не только великим ученым, но и им самим. И вот это ощущение, что это наши законы, которые мы установили, значительно облегчает их принятие. Но что касается учебника Мякишева, он рассчитан, конечно же, на 10 и 11 класс. А что перед этим? В издательстве просвещения есть еще один учебник, линия учебно-металлического комплекта под автора Громова. Это учебник физики для 7, 8 и 9 классов. Структура и содержание этого учебника такова, что обеспечена преемственность с классическим курсом 10 и 11 Мякишева. В этом учебнике также есть определенные, определенные похожие навигации. В нем разработана специальная система заданий, которая нацелена на межпредметные связи. Помимо знакомых уже рубрик «Вспомните, важно, запомните примеры решения задач». Вот пример таких заданий. На другом слайде это будет. Примеры таких заданий. Например, тема для обсуждения электрические явления в жизни растений, электрические явления в жизни животных, биотоки. Также виды облаков, при каких облаках происходит гроза, в каких широтах грозы появляются реже и чаще, что позволяет напомнить, что природа у нас одна и на различных предметах мы изучаем все-таки одну и ту же природу, а не отдельная природа на физике, отдельная природа на географии и отдельная природа на биологии. Ну и еще раз один из разворотов учебника Громного уже из 9 класса. Опять же, рубрики «Теория и практика». Проводим опыты. Они немного по-другому обозначены, не так как учебники Мякишева. Также есть рубрика «Обсудить в классе» с достаточно забавным значком. Но тем не менее, если учащиеся работают по этому учебнику, то учебники Мякишева им будут ориентироваться еще по-другому обозначены. Хотя, если учились по каким-то другим учебникам, то в Мякишеве с ориентацией проблемы тоже не возникли. Так, значит, ну, коллеги, на этом я то, что хотела рассказать, я рассказала. Если есть вопросы, какие-то можете задать. Если вопросы остались и вы не сформулировали их сейчас, то вы можете их направить заведующему редакции физики и химии Центра естественно-математического образования Коновалды Натальи Александровой. Ее контактные данные и телефон, и электронная почта приведены на последнем слайде. Большое спасибо за внимание.